Бегать, плыть, побеждать Мы решили не лезть в воду и поэтому расскажем сугубо о сухопутной беговой части этого необычного соревнования Расскажи про соревнования Соревнования проводятся в хорошую погоду Соревнования по двоеборью, туда входит плавание и бег На данный момент мы плавание уже проплавали и у нас остался только бег Самое сложное, что может быть Как успешно совмещать две такие разные дисциплины? Нужно постоянно уделять время и плаванию, и бегу Плаванию нельзя уделять больше внимания, надо делать это на равных частях И бег, там надо тренироваться больше, качать ноги, чтобы у тебя была выносливость хорошая Расскажи, как сохранить силы на второй этап? Нужно перед забегом не где-то там бегать с детьми, играть с ними, а можно посидеть, отдохнуть И потом уже на половине, когда у тебя останется забег, нужно немножко поразминаться К участию в соревнованиях допускаются учащиеся спортивных школ, так что здесь уже самые сильнейшие, никаких любителей, исключительно профи В каждой команде всего 4 человека Да, такой немногочисленный состав представляет целую школу, а порой даже целый город или район Пробежать им нужно 1 километр, и чем быстрее, тем лучше Чем хороши соревнования такого формата? С помощью этих соревнований можно проверить, чему ты научился за это время и чего ты достиг И еще можно проверить свое дыхание Что сложнее, бегать или плыть? Все зависит от бассейна, например, здесь было сложнее плыть, потому что бассейн был очень холодный и мышцы как будто застывали Выступали в двоеборе более 200 ребят из спортивных школ Уфы, Нефтекамска и Стерлитамака Учащиеся соревновались в трех возрастных категориях Победители и команды-призеры награждаются медалями и грамотами от Комитета по физической культуре Администрации Советского района, городского округа, город Уфа, Республики Башкортостан И пусть победит сильнейший, вернее быстрейший На этом соревновании участвуют только самые лучшие в своем деле Самира Ахунова, Татьяна Никитина, специально для Горы Новостей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова